Из ярких водных пистолетов юным пожарным в желтых касках предстояло потушить условный огонь. На одной из станций квеста под названием «Скажем, да, охране труда» ребята вспомнили о правилах поведения при обращении с огнем. По сценарию квеста команды спасали сказочного героя, собирая подсказки по территории лагеря. Этот год в госкорпорации объявлен годом охраны труда и годом безопасности жизнедеятельности. Соответственно, мы руками и ногами за, потому что это семья, а семья без безопасности не бывает. Как вести себя на пешеходном переходе, как пользоваться электрическими приборами и какие правила поведения в быту помогут избежать неприятных ситуаций. На эти другие вопросы участникам квеста помогали отвечать модераторы – друзья безопасности. За правильный ответ они давали командам подсказки буквы, из которых нужно было составить ключевое слово. У нас все получалось, мне очень понравилось и всем ребятам тоже. Надо знать правила безопасности дома, на улице. Алена Сычева заканчивает первый класс. На традиционный семейный заезд в Гайдар она приехала вместе с папой. Александр Сычев даже на отдыхе не выпускает из рук фотоаппарат. Его задача – запечатлеть самые яркие моменты семейного заезда – эмоции победителей и улыбки детей и взрослых. Каждый год по-своему интересен, потому что своя программа индивидуальная, люди и дети разные приезжают. То есть тут уже идет как бы смена поколений потихоньку, потому что в основном приезжает молодежь с детьми, с маленькими. Они вырастают, приезжает другая молодежь с другими детьми, и поэтому всегда очень интересно. В этом году в Гайдар приехало более трехсот человек из профсоюзной организации ядерного центра. Организаторы подготовили для участников множество развлечений на любой вкус. Именно такой семейный отдых дает огромное сплочение коллектива. Ведь когда люди с семьями вместе отдыхают, в этой атмосфере, в этой вот такой неформальной обстановке завязываются новые связи, дружбы. Настроение каково? Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.